Ведущая Дома 2 Ксения Бородина стала, пожалуй, первой российской звездой, кто так яростно, многословно и эмоционально высказалась по поводу истории с обвинениями в педофилии короля мировой поп-сцены Майкла Джексона. На своей странице в Инстаграм она посвятила этому свой очередной пост с обилием восклицательных и вопросительных знаков. Начало же звезда с того, что попросила певца простить этот тупой народ за то, что его даже на небесах не оставляют в покое. Ведущая напомнила всем известную поговорку о том, что о умерших говорят либо хорошо, либо молчат вовсе. По словам ведущей, никто не стоял со свечкой, чтобы сейчас все в подробностях обсуждать. Да и в фактах звезда засомневалась. Она уверена, что ни один родитель не отпустит своего ребенка на месяц к чужому дяде. Смущают ее и то, что участники предполагаемых событий молчали многие годы, и только сейчас решили рассказать обо всем. И потом, люди перестали верить в добро и в хорошие действия, везде корысть и злоба, везде грязный пиар. Негодует ведущая. Напомним скандальный документальный фильм «Покидая Неверленд», рассказывающий историю двух мужчин, которых, по их словам, в детстве домогался певец, наделал много шума во всем мире. Несмотря на то, что родственники звезды всячески старались отвлечь поклонников от нелицеприятной истории, реакция в обществе уже пошла. Многие радиостанции по всему миру начали снимать песни Майкла Джексона из эфиров. А позже, когда картину показали за рубежом, в виновность звезды поверили даже самые преданные фанаты. В соцсетях они признались, что их разочарованию нет предела. Кстати, российская премьера документального фильма состоится 15 и 16 марта в 0 часов 15 минут на Первом канале.